Итоги уходящей пятницы По заслугам в Бобруйске чествовали многодетных мам Кому вручили орден А также дополнительное образование, внутренний туризм и рабочая встреча Президент Беларуси сегодня провел совещание с руководством Совета Министров О чем говорили? Решающий день В Бобруйске прошли выборы в молодежный парламент Он действует при городском совете депутатов От 16 до 31 Возрастные рамки кандидатов В которых есть свой электорат и программы Одни хотят заниматься вопросами отдыха Другие спортивными Третьи приевать патриотизм Как проходило голосование Сколько претендентов Все подробности в нашем следующем материале Голосование открыто В Бобруйске проходит выборы в молодежный парламент Он действует при городском совете депутатов Чтобы войти в его состав Вам должно быть не меньше 16 и не больше 31 Еще одно условие необходимо учиться в учреждениях среднего, профессионально-технического или средне-специального образования Например, в автотранспортном колледже на заветное место претендуют три кандидата У каждого есть своя программа Избирателей 382 человека Большинство молодежи в данный момент Не имеют определенной цели Организации свободного времени Досуга В моих основных целях Это организовать досуг в свободное время Я составил свою предвыборную программу И уверен, что с ней Молодежь больше узнает Что такое молодежный парламент И начнет больше принимать в этом участие В технологическом колледже тоже три кандидата Правда, все представительницы прекрасной половины человечества Чтобы сделать свой выбор, у избирателей есть 7 часов И, к слову, больше 300 Гонка здесь не шуточная Все по-взрослому Сперва были выдвинуты претенденты После они составили свои программы И потом уже настал черед предвыборной агитации Сейчас день Х Участие в выборах принимают все учащиеся учреждения образования Это и ребята с первого, и второго, и, соответственно, выпускного курса Участникам выборов Главное являться учащимся учреждения образования Иметь ученический билет И быть, соответственно, в списке В 17-й городской школе во всю идет голосование Ребята отмечаются в списках Берут бюллетень, заходят в кабинку Ставят галочку и свой бланк Бросают в прозрачную урну На место в молодежном парламенте Претендуют два кандидата Это лучшие, самые активные представители своего поколения Оба учащиеся 10-го класса Избирателей 42 Выборы проходят спокойно Выборы проходят активно И сегодня действительно у нас в школе праздник И поэтому у всех праздничное настроение А вот в 31-й школе уже привычное количество кандидатов Трое Два парня и одна девушка 214 человек обладают избирательным правом К слову, соблюдаются все антиковидные меры Комиссия в масках при входе антисептик Что касаемо программ претендентов Все они заточены под здоровый образ жизни Создать специальные комитеты Которые будут помогать психологически детям Также спортивные какие-то организации КВН и много всего интересного Для поддержания молодежного парламента Молодежный парламент Это самые активные представители современного поколения Ребята принимают участие в диалоговых площадках Решают общественно-политические задачи Они будущее не только нашего города Но и страны в целом Максим Кембель, Карина Гуревич, Максим Галеонко, Дмитрий Шевцов Бобруйск, 360 Тревожный сигнал В среду поздно вечером горел дом по переулку Рогачевскому Здание не жилое На номер 112 позвонили соседи Они-то и услышали треск горящего шифера Возникла угроза для рядом стоящих построек Спасатели быстро справились со стихией В результате которого практически полностью уничтожена кровля Повреждена стропильная система Повреждено некоторое имущество в доме Пострадавших нет Причина такого пожара выясняется МЧС напоминает Если вы стали очевидцем пожара Немедленно сообщите об этом службу спасения По телефонам 101 или 112 Назовите точный адрес и что горит Минздрав в Беларуси обновил статистику Покое-19 За минувшие сутки зафиксировано 2082 пациента с положительным тестом на коронавирус Всего с начала пандемии заразились 582 111 человек Белорусская вакцина от COVID-19 не будет иметь ограничений по возрасту Заявил директор Института биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Андрей Гончаров Выпуск первой опытной промышленной партии запланирован на 2022 Он также отметил, что по итогам первых лабораторных испытаний Препарат показал неплохой результат Также стало известно, что в стране отменили обязательный масочный режим Об этом сообщил Минздрав в своем телеграм-канале Речь идет о контроле со стороны руководителей объектов и организаций За тем, как используются средства защиты работниками и физлицами В том числе соблюдение социальной дистанции в полтора метра Городской субботник, отдых в агроусадьбах и погодные качели Оранжевый уровень опасности объявлен на предстоящие выходные в Беларуси Какой будет температура и пойдет ли снег Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре Президент Беларуси сегодня провел совещание с руководством Совета министров Александр Лукашенко отметил, несмотря на то, что встречи разноплановые Их объединяет одно – нацеленность на решение актуальных проблем жизни нашего общества Обсудили сразу несколько тем Защита персональных данных, перспективное развитие электромобилей Реализация инвестпроектов, рост цен и доходы населения А также поговорили про урожай и запасы на зиму Внутренний туризм оживился в Беларуси Путешественников стало на 40% больше по сравнению с 2020 Популярнее всего отдых в агроусадьбах Количество постоянно увеличивается Сейчас их около 3000 Развитию этой отрасли и услуг во многом способствует проведение ежегодных выставок Презентаций и ознакомительных туров Такие проекты вносят значимый вклад в рост экономики Более 390 тысяч белорусских школьников Обучаются в учреждениях дополнительного образования детей и молодежи Это по праву самостоятельная отрасль Каждый ребенок, подросток, молодой человек ищет и находит что-то важное и необходимое лично ему для творческой самореализации В нашей стране насчитывается порядка 270 таких центров В Бобруйске завтра пройдет городской субботник Организации приведут в порядок собственные прилегающие территории Сотрудники горосполкома, депутаты и участники молодежного парламента Посадят деревья в парке по улице Сикорского Принять активное участие могут все желающие Оранжевый уровень опасности Объявлен на предстоящие выходные в Беларуси Завтра прогнозируются кратковременные дожди и ночные заморозки до минус трех В некоторых районах почувствуется и первое зимнее дыхание Пройдет мокрый снег Днем воздух прогреется до 6-12 тепла Воскресенье похолодает, ветер с северо-западный порывистый Температура в темное время суток плюс 3 В светлый период будет 4-10 градусов выше нуля Женщины с большой буквы Ордена матери вручили двум бабручанкам Торжественное событие прошло в стенах администрации Ленинского района Виновец пришли поддержать их семьи Кроме почетной грамоты, цветы и подарки Орден матери – это колоссальный труд Чтобы его получить, нужно воспитывать 5 и более детей Например, Марина Шацких сейчас ждет пополнения в семье шестого ребенка Я рада, что у меня вообще такие вот детки растут И спасибо нашему президенту, что награждают Не забывают многодетных Даже если посмотреть и на сирот, которых очень жалко деток Хочу, чтобы все были крепенькие, здоровенькие Никогда вот счастливые Главное – всем здоровья Для администрации Ленинского района очень большая честь и большая радость Поздравить сегодня, в этот октябрьский день, наших орденоносец Женщин, которые удостоены чести Ордена матери Всего Ордена матери награждены более 190 женщин Беларуси Получить такое признание дается только тем, кто достойно и с любовью воспитывает своих детей Противостояние двух лидеров Бобруйская Белшина на выходных будет принимать Арсенал из Дзержинска Матч пройдет в это воскресенье, начало в 13.00 В предыдущем туре оба коллектива одержали уверенные победы У канониров сейчас 59 набранных баллов, у шинников 53 Это первое место и второе соответственно Между собой команды встречались три раза У обеих по одной победе еще одна игра завершилась в ничью Будем настраиваться и готовиться к матчу И эта игра, я не сказал, что принципиальная Но она одна из таких ключевых именно для нас в дальнейшем Чтобы мы могли бороться за первое место тоже, составить конкуренцию Игра пройдет на стадионе «Спартак» Вход свободный После красно-черных ждет выезд в Петриков Там Белшина сыграет шахтером Это все и события к этой минуте Смотрите нас в интернете и в соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»